всем доброе утро в горах кыргызстана и всем привет снова на канале любопытный мишка за это за кадром матильда у нас тут еще и почему-то матильда как дела это канал о пеших путешествиях продолжаем исследовать республику кыргызстан сегодня у нас день спуска с перевала в сторону этого казармана вот это от поселка оке вот так что прекрасно сегодня переночевали но родилась еще один пункт нужно привыкать ночевать в горах с коровами потому что это специфическое такое занятие они здесь вчера разлеглись и такое ощущение что они дышат тебе прям в ухо в палатке такой звук а некоторые еще продолжали есть при этом и как будто те жуют голову вот поэтому было ну так поначалу наверное первые полчаса так болен они на нас не наступят они там учета там в общем пришлось выйти посмотреть что они делают убедиться что все в порядке что они здесь просто лежат вокруг и ты спокойненько продолжать спать давайте ли да вот ладно сейчас соберемся позавтракаем и пойдем на спуск у нас еще довольно много до казармана километров 75 до наверное вот поэтому займет какое-то время погнали здесь интересно что очень много кроликов сейчас в один забежал попробуем уж угонуть из кустов затаился или убежал ну что начинаем а ну и в целом ночь была крайне тихая здесь нет шакалов потому что достаточно высоко только сурки получается зайцы птички коровы ну и в основном все они вот умолкают на ночь ночью просто тишина не ветерочка и коровы и коровы продолжается наше ущелье глиняных и станцов да и так и вчерашнего дня в общем вчера мы прошли 35 половины километров а подъем был 1100 метров и мы еще успели даже спуститься на 400 на 400 метров спуститься офигеть вот это мы конечно монстрелы а на самом деле было достаточно нормально а и ноги на сегодня более чем бодры и веселые хорошо постараемся какой здесь интересный осыпной склон там видимо вообще дорогу засыпало ли там близко это сурок оповещаю всех что мы идем громкий тут еще эхо разносит он череп из скалы как будто смотрит нос для глазницы башка ну да похоже да сейчас тихонечко не спугнуть вон по камне побежал арон пушистый да к ним близко так не подойти что интересно упавшие булыжники это по сути не камень это глина с камнями оказалось вон они там под камнем эти сурочие норы роют просто да такие мелкие камушки одним большим ломтем отломилась чем отдельно нюхать этот сурок ищи ищи и не полезешь морда жирная идем походу останутся заканчиваются да она посмотрю что там дальше выходим в какую маленькую уютную долинку и тоже не души да так ну странно это выглядит да в плане того что обычно выходишь каком долинка берете на хозяйство стоит а мама спадать сейчас посмотрим подальше вот и выемки в горе там еще и продолжение то ли там вода через не стекает только такое продолжение пещеры какое-то внутрь большая пещера по карте можно увидеть реку и мост в общем река пересохшая даже по весне а тот родник который обозначен делать мы сегодня ночевали он рабочий но там ну вода такая средняя то есть там какие-то соринки мусоринки присутствуют ну по сути если фильтрануть то нормально можно брать немножко взяли потому что у нас еще воды дня на два наверное есть матильде немножко впереди какая высица снежная гора огромная а и а наши ночные подруги куда уже выбрались и у нас хозяйство которое там дальше да наши он серая здоровая и черные как вы чесали с утра до заболели каньонистый лабиринт посреди поля причем здесь ну вот сверху где вот здесь он начинает здесь нет реки как таковой и выглядит как говорит заяц реально как будто после землетрясения как будто оно просто так разъехалось все и оно получается по всему полю зигзагами какими-то и вот так вот неравномерно непонятно как проходит забавно сверху будет посмотреть как то ну да как такового русла там нет может быть карстовые полости и она туда так осела кусками ну выглядит и интересно и если честно стремно как будто а ну это еще интересно с точки зрения можно было смотреть просто на плоское поле а тут можно посмотреть на поле в разрезе что ж там внутри метров на десять ну ничего особенного просто глина второй мост с рекой на спуске и здесь вода есть не так много но чисто прозрачная можем отель где тут набрать там вроде спустить да можем вон там за дерево и там где спустить потом я попою вон какой тут большие эти разломы весят пару хозяйств и отсюда начинается такое уже относительно средний путь не только на спуск но тут будет подъемы и спуски и подъемы и спуски и подъемы в общем такая чехарда километров на двадцать сегодняшних и мы ровно на полпути шестьдесят два километра в одну сторону шестьдесят два в другую прилично еще получается ну да логично ну получается по небольшому серпантину вот сюда на эту гору нам еще нужно сегодня забраться потом спуститься потом будет видно пока что ползем вверх снова ну вот примерно такой подъемчик вон та дорога с которой мы начинали здесь метров двести и в принципе он такой достаточно лайтовый но видимо после вчерашнего ноги молясь забиваются быстрее но это еще его не вершина мне кажется мне кажется там еще пару-тройку поворотов да за подъемом начался довольно сильный ветер поэтому снимать что-то со звуком довольно сложное но сразу интересное раз гора красивая еще один подъем впереди и спасибо ребята которые остановились они нам задарили хлеба две лепешки вообще классно свежие лепешечки ехали ребята на пикник и мы их обокрали вот но в любом случае спасибо потому что с хлебом здесь реально проблема они спросили вам что-нибудь нужно а я не стал стесняться думаю вообще-то хлеб вот ну вот так получилось так ладно пойдем дальше инь и янь всегда вместе давайте помогайте друг дружке хорошо связаны одной цепью безалайки неудобно инь побеждает вон юр . стоит лошадки отдыхают интересная выемка и тут походу если я не ошибаюсь вот это все овечьи шкуры массовые забой что ли здесь устраивают и как-то странно выложено так кстати падали не воняет какую-то стену делают из шкур хотят достроить чтобы был домик прям много офигеть странно что не странно конечно я понимаю она всегда удивляла почему не сдают шкуры шерсть сложный процесс сбыта многоступенчатый а еще это ладно крутой вид дальше на дорогу какая красота ну что получается мы сейчас по этой зеленушки спустимся чтобы в итоге забраться вот вот здесь вот между совсем высокой горой такой распадочек есть вот в него по идее мы потом пойдем шикарно тучи правда собираются наверное сегодня к вечеру дождь так и нагуляется в общем на первой стоянке мы безжалостно съели первую булку ну доедаем уже я ем с мазиком и с луком с репчатым с остатками а я с сыром и с луком да в общем как мама говорит лук от всех не дух поэтому едим лук и мазик да да и мазик вообще очень вкусно ням 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 спасибо большое о да булка это что-то с чем-то да теперь это по моему даже ценнее чем вода воды здесь везде достаточно потом покажу какая река прозрачная мне кажется это еще прозрачнее чем предыдущая да как и обещала чистейшая горная вода классная речка вообще вода прозрачная прозрачная даже не верится достаточно бурная и в меру холодная то есть холодная но нормальная да и к слову говоря да мы не такие вам жарики чтобы есть чисто попрошайничать булку и есть там с мазиком нет просто это вкусно правда очень вкусно продуктов у нас еще много но вот булка с мазиком это самое то вообще я считаю что мазик это лучшее изобретение человечества в плане кулинарии да его можно есть можно с ним мариновать все что угодно с ним можем делать пить суп даже пихать хребет конечно тут потрясающий выглядит совершенно недоступным да такой прям отвесная скала да офигеть какой жучара вы смотрите вот он с палец здоровый и пирожок ты чё такой здоровый как жужлица огромное короче идет туча и мы решили экстренно остановиться но видимо погода решила нам сделать вечер отдыха и тучи снесло куда-то дальше вот в итоге матери уже поела у нас еда доготавливается мы тут сидим с прекрасными видами сейчас поужинаем тихонечко на улице пока не холодно да зайчик так что такой прекрасный день завтра станем нас надо будет навестать немного по километражу пойдем туда вот в ущелье где река и посмотрим что там ладно я ну я думаю может быть спокойной ночи посмотрим что еще будет интересного нет что добро утречка можно сказать практически день уже 12 час мы пережидали дождь утренний ночью силю по сильный был дождь можно сказать ливень в принципе здесь такая нас площадка она высушена изначально было так что все впиталось и нам ничего не досталось вот в общем сейчас соберемся мы думали дойти до ближайшего поселка потому что у нас вода заканчивается и и да потихоньку заканчивается так что надо потихонечку двигаться потому что нам еще пару дней вот так вот так что посмотрим что сегодня с погодой там тоже опять какие-то дожди намечаются вообще очень дождливый какой-то сезон видимо а еще есть прикольного оказывается уже в жилобадской области представляете даже не поняли мы думали еще еще в нарынской как бы недалеко чем у перевал перевалили а оказалось уже вот она и началась жилобадской области прикольно вот датчик такая готова до днёк у нас сегодня тоже веселенький получается мы сейчас скидываем сначала до самой реки до долины а потом нам нужно будет подняться метров наверно на 300 готовить а на 500 метров ой 200 поднимем всего как я думал 300 хотя бы на на 500 ну то вы еще и веселее и поэтому ты говоришь что то интересно да да вот крыша виднеется 500 метров живая форель свеженький указатель ну видимо работает хотя мне кажется это не к этому хозяйству к этому хозяйством дальше дорога была может быть да там где домик был наверное да здесь ты наверно просто ферма но может за горой где-то нам просто было не видно а может это указатель на реку там есть живет живая форель 44 километра до казармана здесь вот река протекает она в одном месте уходит под землю и вытекает родниками хорошая чистая вода получается красный у нас подъемчик еще одна по идее силу не знаю какого не размера надеемся купить там хлеба или нарыть матюха на водопое удобно вот исток родника про который говорил из которого река начинает свое течение вот это собственно откуда мы пришли пришли мы где-то вот из-за вот этого бугра сегодня красивая долина правда она немного сыроватая от реки здесь очень много ручьев стекает так что здесь нужен такой прямо бугор искать чтобы из плотка стать кроме около реки реально сыра а так здорово за и случайно с дороги заметил целое маковое поле небольшое но такое такое симпатичный дикий горный мак и он там еще все усеяно не очень плотно но все равно красиво такой красный насыщенный цвет а это такие целые заросли мяты или мост милиса дико я не знаю он не похожа на мяту мелису внешне но так она очень ароматная но еще обалденно первое наше селение за 85 километров кожбулака они не за 85 за 50 до кожбулака луз симпатично расположилась в долинке большое достаточно по карте так и не скажешь и не ушел в магазин уже полчаса назад до сих пор нет конечно сила для горной местности довольно таки большое но мне кажется даже заходить в каждый дом за полчаса можно наверно в каждый домик зайти в поисках магазина а вон он вроде возвращается сейчас спросим где он там так долго до селе есть целых два магазина ну таких магазина домашних в доме вот но там ничего то что нам нужно нет только бумажка никакой мясной продукции смысле мясо там есть но это здоровые куски замороженной говядины или чего-то наподобие вот и принципе все остальное соки всякие сладости чай а макарошки были но нам не нужны пока в общем пока так вот хлеба ясен фиг нет но его еще и не оказалось ни у кого в таком достатке чтобы продать извне что в общем не словно хлебавшие покидаем всего но она симпатичная вот в принципе такой зелененькая маленькая миленькая дети приветливые идем дальше опять поднялся ветер но вот так выглядит это село с высоты там есть мечети что удивительно не смотрит на что вы маленькая есть школа до следующего села тут буквально пять километров но в каждом селе в том в этом есть школа даже не объединенные какие-то там два села например даже необычно есть школьные учреждения и перевалив еще немножко оказываемся в новой долине с большим селом чуть попозже скажу называется чтобы не напутать как дэдэмиль да если говорит дэдэбиль как скажет дэдэмиль вот так в общем 3 км и до него и я думаю за ним станем потому что в 6 часов вроде как ожидался дождь но посмотрим и там вроде как раз должно быть место симпатичная выездная табличка но получается да дэдэмиль она это сила видимо масштабнее даже въездная группой а юр . сверху да мне даже очень нравится какое зеленая да за просторная да тут город сам гора и они такие не страшные да приятненькие до мягоньки ой здесь есть спортивная площадка посиделочные беседки и все и сразу как много крутилок детских вот этих да прикольно винни в очередной раз пошел в магазин но вот лежим что вот и пришел черный пес пометил нашу телегу игрался игрался с матильдой ну что установили вот палаточку прям недалеко от села буквально метров может быть 700 тучи надвигаются до этого писала что после шести будет дождь пока вроде ничего даже ветра нет на странность вот но решили не рисковать не идти дальше и поставить здесь в общем до центра казармана нам осталось 34 километра по сути дела со завтра даже не будет мы бы дошли но лично я хочу если есть красивое место около реки на рэн там рисуется как кемпинговое местечко и по спутнику вроде как тоже ничего если там красиво и хорошо скорее всего мы дойдем до туда это километров 19 и останемся там еще на денек а уже потом пойдем в казарман заселяться дня на четыре в общем классное место хороший день несмотря на подъемы периодически жесткий ветер пейзажи также менялись сейчас села красивые помощи красоте люди добрые нас и булками еще угостили просто магазин уже нет хлеба вот нам дали пакет булочек воды у них же набрали предлагали остаться переночевать детишки такие общительные очень здорово всем доброго утра у нас сегодня завтрак палатки и классный завтрак нас колбаска и булочки на вчера булочки то что мужчина подарил в общем ночью был дождь сильный дождь а сейчас на улице очень холодно плюс 8 и счетчиков плюс 4 но все равно решили собраться и пора выдвигаться дальше может наконец-то в тепло вы идете желоботскую область говорили они там жуткая жара говорили они еще из такого все думаю ладно мы шли вокруг истыкули понятно холодный ветер с озера это ладно пришли в нарынскую область нарынского вы самые ветреные так что вы веду ветров не пугайтесь дальше будет жарко в итоге мы в джорже малабадской области в ветра такие же дубак такой же я чувствую пройдем в воршскую область и принесем нам дожди ну что мы покидаем нашу чудесную полянку вроде бы немного разгулялась даже где-то поглядывает солнце а в той стране вообще голубое небо прекрасно нам до козермана примерно 30 километров а до места где мы думали может быть остановиться на денечек 18 до до реки до центра 34 даже большой козерман ладно потопали сейчас небольшой подъемчик а потом по идее довольно лайтовая дорога один да ты готова среди облаков просвечивается хребет который могут периодически снимали который с левой стороны нашел такой был припорошенный снегом его за ночь вообще завалило там столько снега теперь выпало офигеть интересно откроется получше было бы видно и дорога сегодня будет пролегать через небольшие зеленые холмы красиво такое ощущение что вот а вот вдали уже виднеется на это противоположная сторона на рынок ну как будто да похоже да ну по расстоянию возможно птички поют дорога кстати отличная несмотря на обильный дождь ночью она и уже немного по обветрилась и не размякла не раскисла в общем шикарная между этими холмами располагаются такие вот небольшие зеленые красивые долинки хозяйства там одно даже с зеленой крышей как в этом норвежском стиле земляная с травой у дождя есть и свой еще плюс все супер зеленая трава прет так так ну я думаю в принципе местные фермеры они крайне рады обилию дождя будет хоть нормальный ксеноклад а тут на склоне растут какие-то уже другие майки насыщенно бордовые уже часть обвалилась здесь поход только одного да вот хозяйство было рабочее там где каждую колонку делали может угнали здесь потом будет сенокос а потом сюда вернут не знаю сложно сказать речушка течет это ущелье началось это ущелье началось Класс! Вновь как в мультике Король джунглей. Да? А, книга джунглей. Блин, король джунглей. Я совсем ку-ку. И вот на самом деле мы сегодня выходили, но я думала, вот там очень красиво. Вчера был закат, просто какой-то сказка. Вот. И я думала, мы сейчас будем спускаться и уже все, прощай, такие идеально красивые виды. Но я не говорила, что тут будет плохо. Но уже будет немного не то. Как что-то привычные, ниже, холмистые. Да, холмики. Да, 1300 уже. Что ж, это уже за высота. Вот. И тут такой, бам! Просто... Ну, я вообще не ожидал. Ну, а из-за воды столько, ну, растительности прям. Офигеть! А тут как мини-пальмы, да, такие? Реально как будто бы эти... Бананы только что взошли. Не, очень круто. Нет, я вообще не ожидала, что такое будет. Не-е-е. Вот это вот горища, она вот в кадр помещается. А когда на нее вот так вот вблизи смотришь, она огромная. Ее нужно сильно крутить головой, чтобы целиком примерно разглядеть. Еще зеленая какая-то. Да? Уступы. Ну, очень много элементов. Прям глаза... Как-то мы так резко попали в такую штуку. А, видимо, потому что мы сейчас шли, там были холмы, они гладкие и равнотонные. А здесь, получается, очень много деталей. И глаза прям, и мозг, они немного разрываются. И нежданчиком, ой, машина задняя стоит. Да. Что, и сзади какая гора? Саночный трек. Такие немного сыпучие, правда. Много таких обвальчиков небольших. Прикинь, да, вот эта вот маленькая речушка миллионами лет создавала эту красоту, а мы можем просто прийти и посмотреть. Посреди ущелья есть такой раздолье, я не знаю, как сказать. Как называют долинки между ущельями, да, внутри. В общем, мини-долинка, да. Очень зеленая. А потом уже это не конец, а вот уже... А мне кажется, нет еще вот кусок, мне кажется. Просто тот кусок был короткий. Да, маленький, но красивый. Ну да, и ущелья немножко дальше продолжается. Уже другое. Уже другое, да, совершенно. Не такое, да? Сейчас докричишься. Еще одна мини-долинка, еще одно ущелье и, наверное, мы уже выйдем. Смотрите, какая гигантская стена. Вот тут пух. Похоже, как этот, на пирог зебра здесь. Ага. Ну что, совсем конец ущелья и практически спуска. Только за сегодня мы где-то около тысячи скинули. Должно быть, по идее, потеплее. И будет долина реки Нарын. Тучи к вам приводим, тучи к вам приводим. Заяц идет и тучи нагоняет. На Рынскую область дождь заполняет. А теперь Джалалабадскую теперь, да? Точно. Какой здесь большой и бурный Нарын. Кофе со сливками. Немного географии. По ходу течения реки правый берег низкий, левый берег высокий. На правом берегу мы не остановимся. На левом становимся. Особенно, когда вот так вот река имеет свойство разливаться. Она может дойти аж до самых гор почти. Да, заяц? Заяц, ученые. Поешь колбасы моченой. Это просто какой-то канал. Немного о том, как же у нас обстоят дела. Они не очень весело. Это не из-за туч, к нему уже привыкли. Дело в том, что мы только прошли мост. Оставалось до Казармана 14 километров. Подумали, ну не так много. Сколько пройдем, столько и пройдем. Там тучки надвигались. Сейчас уже все светленько, хорошо. Ну, немножко прошлись. И Хлобысь с нами случилась проказа. Колесо поехало не в ту сторону. Винни, естественно, все разобрал там и все перекидали вещи. Оказалось, что сломалась какая-то там прям главная ось. Я в этом не очень понимаю. Но и по словам Винни, это самое ужасное, что могло случиться с тележкой. Ужаснее могло произойти то же самое, только где-то далеко в горах. Хорошо, что мы от поселка не так далеко. В общем, мы перекидали все вещи в палатку. Поставили ее прямо здесь. Раскидали камни. Но и все-таки Винни решил доехать до поселка, до Казармана. Закупить немного продуктов, так как у нас практически все покончалось. Мы даже сладкое все доели. У Матильды еды уже нет. То есть мы бы с ней поделились своей, естественно. Но все-таки. Единственный трафик тут также прям никакой. Пара машин только приезжала в другую сторону. И тут вообще такое счастье какое-то. Винни только вышел на дорогу, сразу остановилась тачка. Его подобрали. Ну и в общем, он поехал. Теперь жду его с продуктами. Да. Печалька, конечно, с телегой. Но все-таки хорошо, что мы недалеко от поселка. Там наверняка есть какие-то автомастерские, веломастерские. В общем, заселимся и потом Винни пойдет чинить. Две новые новости. Первая. Наконец-то стало жарко. Прям пекло. Тучи все ушли. Прям реально солнце сжарит так. И вернулся Винни. Это вторая новость. Что ты купил? Я купил нам на ужин шавуху. Две. Две. Гигантские. Ну, одна средняя. Ну, я думаю, мы объедимся. Мы столько не едим в последнее время. Да. Уж от жадности. А. Вот. Ну, все по продуктам. Колбаска, хлеб. А, колбасу еще не посмотрела. Ну, всякие овощи. Ну, да. Овощи, колбаска и, главное, много хлеба. Да. Матильду уже угостили булочкой. Вот. Ладно. Будем наслаждаться. Что ты по поводу колеса решил? А. Ну, есть несколько идей. Нужна, короче, либо большой болт, либо арматура. Не знаю пока. Надо, короче, колесо разобрать. Посмотреть, снимается оно вместе с подшипниками. Если без, то это хорошо. Ммм. Вот. В общем, есть варианты. А, я что? Я же что делал? Я пока шел. У меня опять проведение. У меня же скоро котележка превратится в этого ржавого монстра. У меня слетало сначала вот это переднее колесо. Потому что контрагайка слетела одна. Какой-то моплотитель слетел. Я нашел на дороге вот такую ржавую широкую штуку. Очень удобную. Приделал. Зашибись. Вообще не отлетает. До этого каждые, наверное, две минуты отлетало колесо. Вот. Мы бы, наверное, сейчас сейчас где-то шли там далеко в гараж. И примерно схема была такая. Я иду, ну, господи, как ты задрала меня колесом. Мне надо что-то такое придумать. Что же придумать? Нужна какая-нибудь широкая контрагайка, чтобы она ее туда придавила. Иду, смотрю, валяется. Приделал, зашибись. Вот. Сейчас иду, значит, думаю с этим колесом. Так. Колесо, колесо. А тут, видишь, здесь, короче, какая фигня. Оно хитрое. Вот здесь вот эта штука и вот оно вот тут вот. Не, обтирай футболку. Да. Вот, она отломалась вот тут. Там еще оно чуть-чуть держится, но это фигня. Я думаю, мне нужно что-то относительно длинное. Жесткое. Не очень толстое, чтобы пролезло в эту дырку. Если вот эту штуку снять. Иду, иду. И смотрите, что нашел. Там какая-то жестяная, причем кованая штука. Ну, не жестяная, в смысле стальная. Она вообще прям нормальная. В общем, думаю завтра приделать. А до СТОшки дойдем. Там, не знаю, либо какие-то... Ну, короче, посмотрим. Там либо арматуру надо ставить, либо этот... Болл длинный. Руки протер, теперь колеса грязные трогает. Конечно. Вот. В общем, ладно. Все поправимо. Главное смотреть под ноги и найти детали на дороге. Надвигается туча. Хоть небо и красивое. Устанавливаем в Матильде домик. Бесколесный. Матильда сегодня не на колесах. Так. 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 Да, экспериментируем, в общем, с тележкой. Отремонтировалась или нет. Оказывается, нет. Экспериментируем так, что Матильда там сидит. Наш тенчик-испытатель. А поверни ее сюда. Слышь. Станет с зонтиками. Ну, в Казармане мы заселились в гостевый дом. Шикарный. Вообще, тут столько цветочков всяких. Смотрите, какой у нас номер. Смотрите, какой у нас цвет будет интересный. Не, классно. Очень чисто, уютно, красивый дом. Сейчас еще покажу все остальное, то что он внизу. Вообще, очень здорово. Просторный. Здесь есть холл какой-то общий. Очень много цветов. Так, давайте пройдемся. Собственно, спустя три дня. Вот тут я, кстати, монтирую этот же выпуск. Надо концовку записать. Концовка такая, что вот мы тут прожили трое суток. Я все думал выбраться, снимать, снять сам Казарман. Потому что поселок, если честно, интересный. Действительно, там по архитектуре есть кое-что интересное. Ну, вообще, второе. Ой, неинтересный. Вот. Вот это общая гостиная тут такая с телевизором. Так, здесь у нас такая столовая, кухня общая. Стиральная машинка 250-300. В зависимости от количества стирок. Это микроволновка, плита. Плитой уличная надо пользоваться, чтобы здесь все не забрызгивать. В общем. Так, холодильничек. Кстати, мы там что-то даже наготовили. Вот, курочка и картошка. Еще на завтра у нас едят сосиски и всякого года. Вот. Что с Казарманом? Не хватило времени совершенно. Мы идут и поработать, и отмонтировать, и прочее. В общем, потому что поселок довольно большой. Его за час-два не оббежишь, а лишнего дня у нас нет. Поэтому, кто любитель урбанистики, я думаю, может быть с ними. Потому что, ну, я и города не очень люблю снимать, такие крупные поселки. Вот. Ну и в целом, приедете, посмотрите. Может завтра мимоходом, что мы не просто покажем. Чем у нас закончилась история с телегой? Закончилась тем, что хозяйка дома приехала за нами на своем большом фургоне. Вот. Потому что я ее починил отчасти. Но это оказалось крайне как-то неважнецкая починка. Вот. Мы там проковыляли километра два. В общем, решили, что этого не стоит. Вот. Тут уже в поселке, в автомастерской, я нашел нужную деталь. Ну, так, не без проблем, но в целом норм. Вот. Починили телегу, и мы готовы к новым приключениям. Ситуация с дорогой такая. Сегодня... Какой час? Вот сегодня. Сейчас. Сегодня 5 июля. Вот. И проблема в том, что основная, короткая, через перевал дорога, она сейчас до сих пор закрыта. Там лежит снег, работает техника, расчищает все, ровняет. И когда откроется, непонятно. Сегодня-завтра ожидается дождь, видимо, там опять что-то насыпет. И, в общем, есть альтернативная дорога через, по-новой, через туннель. Вот. Туннель закрыт для машин, но сказали, что вроде как пешком пройти можно. Вот. Поэтому мы завтра, скорее всего, а может быть, послезавтра, выдвинемся в сторону туннеля. Вот. Нам туда два дня идти. Узнаем, что-то как. Если нет прохода, то двинем уже, соответственно, до перевала. Там примерно тоже два дня идти от туннеля. Вот. Может быть, уже откроется. А может быть, ну, пешком можно пройти. Вот. Потому что идти в обход через этот... Ну, в общем, там какой-то длинный еще путь есть по асфальту. Вот. Он 600 километров. Нам, как бы, ни туда, ни сюда. Нам нет смысла такой делать крюк. Проще немножко либо переждать, либо... В общем, что-то придумать. Ну, вот. Примерно такая история. В общем, кусочек Казармана будет уже в следующем ролике. Дорога до туннеля, что это, скорее всего. Ну, а там уже по ситуации, в общем, перед включением. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. В общем, вы знаете, что делать. Всем, кто комментирует отдельное спасибо. Это очень интересно читать ваши комментарии. Мотивирует двигаться дальше. Вот. В общем, у всех обнял. Пока.